Европа Плюс. Онлайн. Это британская марка исключительного по качеству чая, и в отличие от производителей глобальных чайных брендов, именно Ахмати сейчас является семейной компанией. С момента ее основания до сих пор качество чая всегда ставилось превыше коммерческих амбиций, и все силы владельцев и сотрудников Ахмати сконцентрированы на создании великолепных чайных смесей. Ну а в гости к нам сегодня заглянул в фронтмен рок-н-ролл коллектива Сухарев Бэнд. Мой давний знакомый, кстати, и довелось нам как-то с тобой, Антош, в ВВС-то послушать. Было дело, да. Здравствуй, ну и давай поговорим о вас, о вашем коллективе, о поездке давай чуть-чуть попозже. Как получается уже в следующем году вам 10 лет? Да, добрый день, привет, девчата и ребята. Собственно, представляю я коллектив Сухарев Бэнд, как Дмитрий сказал, и существуем мы. На самом деле, ты обманул, в следующем году будет 9 лет. 9 лет. 9 лет. Но это такой срок, как сказать, в 2007 году мы собрались, организовались, поиграли пару лет, потом распались, потом были различные проекты, типа Банана Джема, еще какие-то коллаборации, Абра Кадабра и всякое такое прочее. Вот только в 2015 году, то есть совсем недавно, мы собрались, несколько новым составом, и сейчас играем такую акустическую программу. Каким образом в 2007 вы выбрали именно рок-н-ролл? Тогда же все, панк-кор, эмо-кор, ну не жёг тогда сентябрь вместе со стигматой? Не-не-не, с этим не было никак связано, ну, честно говоря, у нас не стоял выбор, прям такой, какой стиль избрать, вот что шло, то мы и делали. Ну, то есть мне, например, нравится сочинять в таких стилях, и я, сколько ни пытаются меня поменять, у меня не получается, просто я пишу такие песенки в три аккорда, ля-ля-то-поля-то, вот, ну, нам нравится. Сухаревбенд, название, я думаю, тебя уже спрашивают этот вопрос, да, как относятся вообще... На одном из пабликов, Калиград? Да, может быть, может быть, личный паблик, конечно же, всем, ребят, привет. Привет, да, кстати. Вот не смотрят коллеги по цеху, правда, с прищуром, Сухаревбенд, он назвал честь себя. Хорошо, ладно, раз такой вопрос возник, и есть возможность один раз на него ответить, я скажу про историю названия, придумывания названия нашего коллектива. Короче говоря, началось всё с того, что я написал несколько песен, демо, то есть это были убогие по качеству, и исполнению отрывочки, какие-то наброски, песенки. Мой друг Дмитрий Калимулин прострушил всё это дело, мы решили создать сайт, чтобы тогда не было ВКонтактов, ещё каких-то там Фейсбуков, ну и нужно было в интернет куда-то выложить материал, и мы создали сайт, там, H11 или Народ.ру, там что-то в таком духе, и стал вопрос, как, ну, а заглавить, собственно, сайт, и мы решили, я не помню сейчас кто, наверное, всё-таки Дмитрий, мы решили назвать этот сайт именно Сухаревбенд, и почему мне это понравилось, потому что я подумал, вот кто-то послушает, скажет вокалистам, ну, вообще ни о чём, а вот, ну, гитарист неплох, как бы да, что-то в этом есть, или наоборот, то есть чуть поменьше ответственности на себя взять на тот момент, потому что я был один вообще, вот, а когда уже появился коллектив, то ребята сказали, не знаю, давайте оставим это название и всё, то есть я, в принципе, был первый, кому это не нравилось, и мне пришлось какое-то время свыкнуться вообще с этим названием, но сейчас мы уже привыкли, и поэтому, не знаю, у нас были варианты, там, развощёки, неразлучники, ещё там что-то, вот, ну, в итоге вот Сухаревбенд остался, и пока он так и будет. Как дела обстоят с музыкальным образованием у тебя? Обстоят они вообще прекрасно, отлично, то есть ноль классов, как полагается. Ну, а в коллективе, ребята? В коллективе, насколько я знаю, тоже все самоучки. Вообще, расскажи про коллектив, я думаю, очень приятно будет о себе же услышать. Да, кстати говоря, наконец-то люди узнают своих героев, да, но на самом деле это не секрет, и те, кто увлекаются музыкой рок-н-ролл, скажем так, в Клиннраде, они, мне кажется, знают этих творцов, артистов этого цеха. Начнём, пожалуй, с бас-гитариста, это Тимуар Бегемот Кляйн, вот, этот человек, он играет ещё в одном коллективе, не буду говорить кое-кому, кто хочет, найдёт. Вот, и, собственно, с ним мы всё это дело начинали. Дальше, это бас-гитарист, чтобы нечего про него сказать, кроме как хороших слов, это лучший рок-н-роллщик, басист в Клиннграде, естественно, самоучка. Дальше, гитарист Лёшечка Краснянский, вот, это золото нашей группы, наш изумруд, творческий интеллигент, мы его все очень любим. Дальше, это Серёжа Добычин, губная гармошка, вот, Серёжа Добычин молодец, вот, я его люблю. Дальше у нас идёт Иван Поляков, это перкуссия, конги, там, различные шумы, там, и всё, и так далее. И наш такой ещё тоже неполноценный, ну, непостоянный, вернее, участник, это Павел Усков, это барабанщик, но он просто живёт, работает в Москве, поэтому к нам приезжают только на большие какие-то концерты. Именно поэтому мы сейчас играем в акустике больше. Ну, а рок-н-ролл-бэнды, помимо вас, имеют место быть в Калининграде? Ну, я могу вспомнить, там, только если тот же Пахомов-бэнд, там, и что-то такое. Ну, на самом деле, конечно, я думаю, это не очень популярная музыка, но касательно нас, мы не зациклимся, что это рок-н-ролл, там, кантри-рок или ещё что-то, мы просто... Это всё равно, в первую очередь, русский рок, то есть, как ты ни крути, мы поём, сочиняем на русском языке с какой-то там условной претензией на какой-то юмор, иронию в текстах или какой-то минимальный смысл, и поэтому это русский рок, как бы он там, в какую обёртку ни был завёрнут. Вот что хотел спросить, пишетесь отдельно, я помню, когда-то ты делал свою студию, ты так же сам пишешься? Некоторые песни, да, я записываю сам, некоторые мы записываем на студиях, то есть, тут по-всякому бывает, да, то есть, студия моя тоже имеет место. Кто занимается написанием песен? Песни пишу я, получается так. Абсолютно все? В принципе, да, то есть, у нас ребята тоже пишут свои песни, но именно в Сухарев-бенде мы играем песни, которые, вот, я сочиняю, вот, а аранжировки, естественно, мы делаем всем. Давай поговорим о том, о чём твои песни, а давай вот по альбоме Голем Сити говорим. Хорошо. Про какую-то конкретную или про... Ну, давай в общем... Там десять этих, по-моему. Ну, мне очень нравится «Хочу толстым быть» песня, просто потрясающе. Ну, давай с ней начнём. Ну, собственно, я не знаю, её, по-моему, достаточно прослушать, и там уже всё понятно, это чисто такая ироничная песня с юморком. И там, честно говоря, я даже не знаю, что про него сказать, это просто юморной текст о том, что лирический герой, то есть, я захотел стать богатым, а вот у него, услышал он где-то совет, что нужно потолстеть немножко, и тогда, ну, деньги, как бы, пойдут уже лопатой, можно будет грести. Ну, вот, в итоге он там по семь раз в день стал есть, но что-то денег не появилось, только проел всё. Ну, это чисто такой, просто, юморок. — Откуда вообще берёшь идеи для этого? И вот есть ли у тебя кумир, на которого ты вот смотришь и... — Одного такого нету, я просто люблю подобную музыку и всякую разную другую тоже, поэтому, ну, одно имя я точно не буду называть, ну, много кто нравится. Ну, вот, поэтому, в принципе, ну, не черпая у кого-то так конкретно вдохновения, может, какая-то песня понравится, и как-то послушаешь, и что-то своё там родится, но это, может быть, там, и Шура Каретный, то есть, здесь просто как фишка ляжет, ну, условно говоря. Вот, а свои песни, как обычно, просыпаюсь среди ночи, в холодном поту, беру ручку, записываю, с утра просыпаюсь уже, перелопачиваю. — Супер, ну что ж, мы двигаемся вперёд, поговорим далее попозже, давай пока послушаем YouTube, потрясающие ребята. — О, с удовольствием. — И мы продолжаем, дорогие друзья, эта программа в гостях у Логинова. Антон Сухарев представляет сегодня Сухарев Бенд, и мы двигаемся вперёд. — Европа Плюс. Онлайн. Добавь в избранное. — Субтитры создавал DimaTorzok — Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры 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 DimaTorzok И в итоге вот мы прошли, так получилось. У вас четыре команды ехали, кто с вами поехал? Да, то есть это было четыре коллектива, естественно, мы не единственные. В каких стилях вообще кто из ребят поехал? Ну вы и рок-н-ролл представили. Да, мы, условно говоря, рок-н-ролл, потом такой тяжелый блюз и фанк представила группа Домино, небезызвестная. Иларион Дьяков, это такой наша русская душа, который играл на Альте. Такие у него космические свои интересные темы. И также психоделический коллектив Темноямск. Тоже замечательные ребята. И как все прошло? Прошло все отлично, на самом деле, я не ожидал. Великолепная организация. В итоге удалось сделать и классный звук, и людей было много, вот что приятно. И, ну, конечно, берлинская публика, так скажем, встречает хорошо, тепло очень встретили. Вот тоже я хотел о ней поговорить. Слушай, мы похожи. Вот говорят, что Калининградец наполовину европеец. Мы действительно похожи с Берлином? Ну, что-то там, конечно, как бы две ноги, две руки там у всех вроде как. Но в плане приема все-таки в Калининграде не было у меня таких концертов. Вернее, был, вот, кстати говоря, ну, перед детьми, когда выступаешь, вот там, да, ну, перед детьми, перед подростками, там подобный прием есть. Когда хороводы водят, там еще что-то. Ну, а та в Берлине, просто ты говоришь, там, похлопаете, и все начинают реально хлопать так, что, ну, прям круто. Просишь что-то подпеть, и они реально подпевают и прям очень классно это делают. То есть, и ты сам заряжаешься этой энергией. Вот это очень здорово. А коллективов вообще помимо вас много было? Ну, именно берлинские коллективы? На самом концерте, нет, только четыре калининградских. Это был именно проект, чтобы показать берлинской публике, германскому народу, нашим партнерам. А обратное не думали сделать? Обратное, ну, это же кто-то должен организовать. Я не знаю, может быть, наши ребята, которые занимаются организацией, там, лисии паблики, там, и прочее, вот, пожалуйста, пусть делают. Я могу тоже как-то... Сколько народу собрал? Я думаю, порядка, наверное, 250 человек, то есть, вот. Ну, в общем, все было так, по-уютненькому. Уютненько, но это, в принципе, максимум для этого клуба. Это, ну, не какой-то там супербольшой клуб, но в то же время классный, прикольный, и люди все веселились, и, ну, было классно. А так отдельно с берлинскими командами не пообщался? Нет, 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 то есть, там такой возможности, можно сказать, не было. Это именно проект, показать именно калининградскую музыку, то есть, только калининградские коллективы, ну, вот, и, собственно, мы защищали честь Родины. Как вас привезли туда? Нормальная организация была в том, чтобы поселили, накормили, мне вот тоже важно знать. Как они могут привезти? Да, это была отдельная история, потому что мы, прошу прощения, сейчас не ожидали такого приема. Мы жили прямо у ребят, которые организовали, вот, я думаю, имеет смысл назвать этих героев, так сказать. Это обычные студенты, Юдит, Катарина, Нора, Питер, Андреас и Анна. Все, вот эти шесть замечательных человек, вот, они организовали это мероприятие. И мы жили, вот, частями у вот этих конкретно прям людей, то есть, в их домах. Ну, кто-то в хостеле еще жил, вот. И, ну, я был польщен приемом, знаешь, вот, как говорят, русские встречают, да, а немцы, на самом деле, не хуже. Вот, то есть, были классные завтраки, очень вкусное пиво, вот, так что мы довольны. Они не намечали еще на следующий год? Я думаю, нет, это такая разовая акция, это же студенты, это обычные студенты, которые организовали такой достаточно крутой фестиваль, вот. Но, тем не менее, это просто студенты, это пример, вот, на самом деле, для нас, что с должным, должным образом подготовившись и с достойной организацией можно провести реально крутые вещи. Ну, да, кстати, действительно, пример у нас обычно, ну, как я не знаю, у нас калининградский артист очень любит ныть. Мне то не так, здесь у меня сцена плохая, здесь у меня звук ужасный, это мне то не так, а тут раз на коленочке, по сути, сделано. Да, 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 на коленке собрали и очень качественно, очень качественно. Будем надеяться, что это еще и повторится. Нам нужно уходить на рекламу, на двигатель торговли. Дорогие друзья, кстати, у нас спонсор сегодня Ахмат Тим, пейте вкусный чай, слушайте хорошую музыку. Продолжаем несколько мгновений, и мы услышим Fools Garden Lemon 3 на волне Европе+. Чай Ахмат. Классический чайный купаж. Английские чайные традиции с классическими и изысканными фруктовыми вкусами на вашем столе. Чай Ахмат подойдет для любого случая. Ахмат. Подражать сложно, повторить невозможно. Выбери свой чай Ахмат. Рекламная служба. Телефон в Калининграде 359935. Радиоканал «Радиокаскад». Свидетельство о регистрации ЛТУ 390042. Выдано Роскомнадзором по Калининградской области 17 мая 2011 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет. ГИБРОПА ПЛЮС Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова 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 Конечно, были случаи, но это в основном какие-то свадьбы, корпоративы, либо там, не знаю, детские какие-то утренники, лагеря, то есть вот всякая такая штука. Не расскажешь тайну, сколько стоит вот, например, банду музыкальную на корпоратив вытащить? Не, ну это коммерческая тайна, все-таки нет. Ну, примерно. Ну, примерно от 10 до 80, я там скажу. Да не, ну это все-таки у всех свои там эти штуки, не хочется. Своя такса, в электронном варианте не думал продавать песни. В электронном, ну вот сейчас, может быть, мы, когда опять как-то реюнион наш произошел, да, вновь собрались, может быть, мы что-то такое затеем на самом деле, да, посмотрим. Пластиночку вы как, в продажу пустили, либо просто для себя? Тоже, это все такое колхозное было, то есть это чисто интернет-релиз такой, можно сказать. Не стали печатать? Ну вот тогда мы не стали печатать, мы были слишком юны, но сейчас мы уже старички, вот, и поэтому, да, можем уже что-то такое более интересное сделать. Давай с тобой, Антон, поговорим о калининградской музыке. С большим неудовольствием. От 1 до 10 по шкале, на каком уровне она? Ну, на самом деле, ты знаешь, сейчас я поставлю ей больше, чем, скажем, там, год назад, два назад. Сейчас я поставлю 6 баллов. 6 баллов за что? 6 баллов. Ну, меня лично радует, что появляется больше и больше коллективов, которые играют не тяжеляк, потому что, вот, насколько я помню, лет 5 назад был сплошной хэви-метал, какой-то эмо, там, я не знаю, панкота, еще такое прочее. Ну, это я, естественно, мое любительское мнение, потому что мне такая нравится музыка больше. Вот, и, соответственно, сейчас появляется больше и больше коллективов, которые играют такой поп-рок, ну, которые можно слушать и приятно просто становится, и потанцевать заодно. Ты можешь выделить какие-нибудь коллективы, которые, ну, от души, ну, может быть, молодежь какая-нибудь, и вот пару слов о них сказать? Так вот, тоже такой вопрос, который в тупик, знаешь, всегда загоняет. Ну, я выделю коллектив, скажем так, это не молодежь, абсолютно, но мы просто давали вместе концерт, и очень понравилось с ребятами играть, это группа Лето, это Черняховская группа, а я сам с Черняховска, ну, вот, поэтому, вот, ребят этих выделю, очень такая... Привет земелям, да? Да, привет земелям, да, очень классно, мне понравилось, ребята жгут, вот, также, ну, группа Кельвин, там, ну, прочие, много вот таких, ну, не скажем, что это молодые какие-то коллективы, но это, которые играют такую серьёзную, весёлую, душевную музыку, там, так сказать. Скажем так, ты исполняешь рок-н-ролл, а сами его слушаешь, вот что, не просто, наверное, слушаешь, что в ванне поёшь, наверное, так? Вот, кстати, в ванне вообще не пою, наверное, ни разу в жизни. Я в ванне, я просто настолько люблю контакт с водой, что я просто под душем, там, или в ванной лежу, я, ну, просто кайфую, там, балдею, и какие-то, скорее, мысли, знаешь, накапливаются, философские какие-то, вот, может быть, даже томиков афоризмов издам когда-нибудь, вот, душевых своих, вот так не пою. Ну, а к музыке? Вот, а к музыке, на самом деле, рок-н-ролл, конечно, слушаем, но весь, я не знаю, Джерри Льюис, там, Пресли, Чак Берри, всё, что угодно, какие-то современные, типа, там, Блэк Кис, там, там, очень много всяких. Крис Рим, мне нравится, Крис Айзек. Давай я, наверное, вот так вот задам вопрос. У тебя представим такую иллюзорную возможность попасть на любой концерт ныне живущего, либо уже неживущего артиста, и на какой бы ты пошёл. И вот я лично пошёл бы на концерт, конечно же, Рея Чарльза, вот ты бы что выбрал? Ого, такой вопрос, знаешь, если уже и умерших тоже, не знаю, сейчас в голову никто не идёт, скажем так, из современных я бы всё-таки пошёл, наверное, на Айзека, да, это который Википгейм, который там, а-а-а, там, вот это всё дело. У него, на самом деле, много крутых песен, а из таких, ну, блин, наверное, скажу, что Элвис, я не знаю, то, что в голову сейчас идёт, вот, то и сказал. Ну, супер, но почему на Элвиса бы не сходить? На Элвиса очень круто было бы, я думаю, сходить. Огромный мужик, сколько там, 35 килограммов костюм у него весит, с этими, со всеми страйзиками. Да, 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 да. Смотри, площадки в Калининграде, давай об этом поговорим. А они есть? Вот они, во-первых, пропали, а вообще они есть, вот у меня к тебе вопрос, ты артист. А я вообще без понятия, потому что где она сейчас выступает, я даже не знаю, ну, пыль винила приходит в голову, я не знаю, какая есть ещё сейчас площадка. Была Москва, а сейчас вроде она там то ли закрылась, то ли, я не знаю, чем они там сейчас занимаются, но она находилась в не очень удобном месте, так сказать. Поэтому я, вот даже, даже арт-клуб тайм-аут закрылся, понимаешь? Ну, вот, поэтому я даже не знаю, где людям выступать. Про свой клуб, который сам закрылся, скажи, ты же самый, где ты выступал? У себя в тайм-ауте. Ну, кстати, он ещё функционирует, так что, в принципе, приходите, поддержите ребят, новых хозяев. Кубана отменилась, ты расстроился? Ну, я плакал три дня, да. Не, ну, действительно, и были артисты, на которые ты хотел попасть? На самом деле, всё-таки нет, потому что более тяжёлая музыка, ну, так, хим по старой какой-то школьной памяти, да, может быть, сходил бы. Паникать за диско, вспомнить 2007-й. Ленинград. Ну, это я не помню, Ленинград, ну, а что его вспоминать? Браво, ну, похлопаю, Браво, молодцы. Не, ну, это все такие коллективы, которые так или иначе можно услышать, там, съездить, там, в тот же Москву, Питер, там, и Браво периодически приезжают всё равно в Калининград. А такой фестиваль, я просто там ещё какие-то группы, которых я даже не знаю, там, названия какие-то читаю, ну, не понимаю, что это за коллектив. Ну, на Бук, как я понял, сегодня раз ты здесь, ты не решился. Я просто выбрал твой эфир, поэтому... Я польшон, я польшон. Ну, не знаю, там, можно было бы, наверное, увидеть Вилли Валу, но он уже старенький, может быть, с картой. Ну, вот про это я говорю, да, Вилли Валу, вот, да, я послушал бы, да, такой интересный чувачок. Ну, что ж, дорогие друзья, на часах 18.38, я вам ещё раз напоминаю, что спонсором нашей сегодняшней программы является Ахватим. Мы продолжаем, несколько мгновений полезных, мы к вам вернёмся. И вот артист, про которого мы недавно говорили, это как раз такой Эндрю Хозер Бирн, тот ирландец, мой ровесник, и мы его скоро... Молоденький, совсем, значит. Да-да-да, совсем молоденький, да. На Европе Плюс прогноз погоды. По сообщениям гидрометеорологов в Калининграде области ожидается малооблачная погода, возможны грозы. Ветер северо-восточный, слабые температуры воздуха, плюс 18, плюс 27. Атмосферное давление слабо понижается. Европа Плюс Рекламная служба Телефон в Калининграде 35 99 35 Субтитры создавал DimaTorzok 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 Дима Торзок Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Корыстный вопрос я тебе задавал Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Ну, не получается реально бросить И нравится, какая-то отдушина, понимаешь И в то же время, ну, бывает и заработок какой-то Все равно, бывают какие-то движухи интересные, понимаешь Такие в движении, в движении, в движении И когда ребятам рядом с тобой это все тоже нравится Это заводит, то получаешь тоже энергию И хочется делать, как-то двигаться Вот, но, скорее всего, завтра мы все это закончим Я надеюсь Я тоже Несколько советов ребятам калининградским Кто только вот вступил на калининградскую, можно сказать, сцену Ну, на самом деле, я не уполномочен давать такие советы Потому что у меня нет каких-то сверхрезультатов, так сказать Какие-то маленькие есть, да Но, тем не менее, ребята, просто что, занимайтесь, если вам нравится Делайте, не слушайте никого Делайте именно так, как вы хотите То есть, я вообще сторонник того, что творчество должно быть Как можно более эгоистичным То есть, ты должен делать музыку так, чтобы она нравилась тебе Если ты автор музыки, там, текстов Делай так, как нравится тебе, не слушай никого А твои ребята, они тебе помогут, подскажут уже направят тебя А вот этих советчиков все будут что-то говорить Вот, есть такой анекдот про то, что не следует заниматься некоторыми вещами на Красной площади Вот так же музыку тоже не надо иногда играть во всеуслышание Сделай, закончи все, запиши песню и все Вот она готова Кому-то нравится, кому-то нет Все, ты переходишь к следующей, а это уже живет своей жизнью Так что, вот таков мой совет А я бы, наверное, пожелал, наверное, от себя Поменьше жесткача в музыке калининградской Вот, мне кажется Ну, касательно калининградской, да, поменьше Всяких У нас все такие бруталоволосатые Ну, есть такое Ну, говорю, опять же, тенденция мне нравится, какая сейчас Сейчас больше появляется таких коллективов интересных Кто-то хотел передать привет даме сердца О, господи Сразу такие замутки Не, на самом деле я хочу передать всем приветы, кто меня услышал, узнал Отдельный привет передам Алексею Краснянскому Вот, давай там, приходи Все будет хорошо Вот, и передам, да, приветик одной девочке, зовут ее Юлия Привет, как дела? Ну, все Отлично, Антоха, спасибо, что пришел Нас в гостях был Антон Сухарев Фронтмен Сухарев Бенда Я не знаю, дорогие друзья, обязательно прогрузите Прогрузите, да Треки их прогрузите Они быстро прогружаются, так что вам удастся Вконтакте и вообще на просторах интернета, я думаю, найти будет несложно С Днем строителей еще раз всех поздравляю Напоминаю вам то, что спонсором нашей сегодняшней программы был Ахмати Необыкновенный вкусовет будет букет чая Постоянство качества на протяжении десятилетий Использование опыта лучших британских тетейстеров И инновации в производстве, все это подтверждает репутацию Ахмати Как превосходного английского чая Так что сити-чай исключительного вкуса и качества Ахмати Во всех магазинах и супермаркетах города А вам, дорогие друзья, пожелаю удачного воскресенья Слушайте радио, слушайте нас каждый день Слушайте в гостях у Логинова по воскресеньям Ну и просто всем любви, добра, пока-пока Пока! Субтитры сделал DimaTorzok